Слава Богу! Я хочу с вами порассуждать на тему «Праведный верою жив будет» или по-английски «The righteous shall live by faith». Я зачитаю с римлянам первая глава, 16 стих «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано «Праведный верою жив будет». Я хотел порассуждать, что такое вера и как она работает. Мы все знаем местописание евреям, 11 глава. Там описывается, что есть вера. И если читаем с первого стиха, написано «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние». И эти свидетельствы древние, я также хочу подметить и немного поговорить об этом. по-английски, если прочитаем «Для молодежи» это «Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it, the men of old gained approval». Men of old gained approval. И можно спросить, как веру иметь свидетельство? Или how does one gain approval? Я рассуждал, и Бог мне открыл пять стадий. Как я понял, это по Писанию я хочу с вами порассуждать и посмотреть. Первое – это Бог дает нам дар. Это вера. И во-вторых, нам нужно сохранить этот дар. Третье – нам нужно использовать этот дар. Четвертых – мы испытываемся этим даром. Бог нас испытывает. И пятое – это если мы выполним это все, то мы унаследуем Божьи обетования. Это как ключ в Царство Небесное. Без этого невозможно угодить Богу. Как и в Вериме 11 главе 6 стих говорится, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Ключ – это ищущим. Кто ищет Бога, тот Бог воздаст и найден будет. Я также, если читаем дальше к евреям, там описывается в Евреям 11 главе, там уже веры, патриархи, описывается все, как они верою оправдались и были вознаграждены правдой Божией. И с 32 стиха я прочитаю, «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иафе, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И одних из этих мужей веры я хочу прочитать, это о Самсоне. Перед тем, как я прочитаю, я хотел порассуждать, как человек обретает веру, это происходит от слышания. Мы слышим обещания Бога для нашей жизни и будущего, и читая Слово Его, мы верим. Это вера от слышания. И Бог нам дал обещания через Иисуса Христа, это прощение наших грехов и праведность, а также вечную жизнь. Это мы только имеем через Иисуса Христа, через веру. Прежде, чем пришел Иисус, Бог дал обещания Израилю, и, как я раньше сказал, я хочу прочитать о Самсоне. Это одних из обещаний, которые Бог давал. начиная с 13-й главы книга Судей, я читаю, «Сыны Израилевы продолжали делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Мы видим это как цикл у израильского народа. Они отходят от Бога, потом Бог их наказывает и дает им их в руки врага. И потом они взывают Богу, и потом Бог их избавляет. И второй стих, «В то время был человек из Цоры от племени Даного именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господин жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Вот это обетование, что она родит сына Самсона. «Итак берегись, не пей вина из секира и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева благотенец сей будет назрей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Вот это обещание Бог дал, и Мно и его жена, они поверили этому ангелу, потому что это ангел Божий им возвещал будущность и обещание, и они поверили, и эта вера, она содержалась, и они могли содержать, что он сказал, правила эти, что не касаться бритвы и не пей вина и секира и не ешь ничего нечистого, и они соблюдали, потому что они верили в это слово. И я хочу также прочитать Эфесянам 2 главы 8 стиха. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, и это наш дар от Бога через Иисуса Христа, и мы по вере, по слышанию слова Его, мы поверили, и мы идем по Писанию Его, по Слову Ему, что Он дает нам повеления, какие Он дает нам, мы стараемся исполнять. Это идет второму пункту. мы стараемся этот дар сохранять, эту веру, эту фейс, мы стараемся сохранять, который нам Бог дал, потому что это очень драгоценный дар. Я дальше читаю книгу судей с 14 с 14 главы с 1 стиха. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимлян филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями и братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных и сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем и пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу и когда подходил к виноградникам Фимнафским вот молодой лев рыкая идет навстречу ему и сошел на него дух Господен и он растерезал льва как козленка а в руке у него ничего не было и не сказал отцу своему и матери своей что он сделал. Я хочу подметить четвертый стих это отец его и мать его не знали что это от Господа и что он ищет случая отомстить филистимлянам и также шестой стих и сошел на него дух Господен когда мы берегем сохраняем эту веру Бог может нас использовать и он дает нам силы чтобы мы делали во его имя делали что он хочет в это время и мы делаем его план но нам надо быть трезвым и бодрствующим потому что как первая Петра говорится в пятой главе шестого стиха и так смиритесь под крепкую руку Божью да вознесет вас свое время все заботы ваши возложите на него ибо он печется о вас трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить противостойте ему твердую верою зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире и когда мы противостоем твердую верою Бог дает нам силы Духом Святым Своим и мы противостоем слава Ему третий пункт я хочу дальше идти вера производящая добрые дела она считается праведностью если опять в книге судей читаем 15 главы с 9 стиха и пошли филистимляне и расположились станом в Иудее и протянулись до Лехи и сказали жители Иудеи за что вы вышли против нас они сказали мы пришли связать Самсона чтобы поступить с ним как он поступил с нами и пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы и там и сказали Самсону разве ты не знаешь что филистимляне господствуют над нами что ты это сделал нам он сказал им как они со мной поступили так и я поступил с ними увидим что иудеи они боялись филистимлян но у Самсона такая вера была что ему без разницы было он делал что Бог говорил ему и до этого 14 главе там описывается как он этой верой использовал и как Бог использовал его против врагов и давал ему силы 12 стих и сказали ему мы пришли связать тебя чтобы отдать тебя в руки филистимлянам и сказал им Самсон поклянитесь мне что вы не убьете меня даже верующие могут говорить нам это не делай не делай так потому что это нам ущерб будет нам будет плохо если у нас вера Божия и мы созидаем Божьему плану тогда Бог все нас сохранит и ничего с нами не случится такого что мы потеряем награду если мы сохраним веру до конца тринадцати стих и сказали ему нет мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их и не умертвим и связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья когда он подошел к лехе филистимляне с криком встретили его и сошел на него дух господин и веревки бывшие на руках его сделались как перегоревший лен и упали узы его с рук его нашел он свежую ослиную челюсть и протянув руку свою взял ее и убил ее ею тысячу человек такая сила сошла на него что он с с челюстью с костью ослицей он убил тысячу человек и он так от этого потом устал мы далее будем читать что Бог и потом чудо сделал и дал ему пить и сказал Самсон челюстью ослиную толпу две толпы челюстью ослиную убил я тысячу человек сказав это бросил челюсть из руки своей и назвал то место ромав лехи и почувствовал сильную жажду и возвал Господу и сказал ты садил рукой урабатывая великое спасение с ее а теперь умру я от жажды и попаду в руки небрезных и разверз Бог я мину в лехе и потекла из нее вода он опился и возвратился дух его и он ожил от того и наречено имя месту сему источник взывающий взывающий который в лехе до сего дня и был он судьею Израиля во дни филистимлян двадцать лет слава Богу он дал веру такую что он мог одолеть филистимлян и потом царствовал ну не царствовал а судил над Израилем двадцать лет и четвертый пункт я хочу подметить это что наша вера она испытывается если дальше читаем шестнадцатой главы четвертого стиха мы знаем что случилось это когда он был испытан долидой после того полюбил он одну женщину жившую на долине сарек имя ей Долида к ней пришли владельцы филистимские и говорят ей уговори его и выведай в чем великая сила его и как нам одолеть его чтобы связать его и усмирить его а мы дадим тебе зато каждой тысячу сто секлей серебра враг всегда пытается убрать снять нас силы потому что он знает что вера он не может преодолеть если у нас вера Божия есть он не может преодолеть потому что это Божья сила и когда мы принимаем Божью силу тогда мы врага преодолеем и вера может все 1 Петра 6 стиха 1 Петра с 1 главы 6 стиха говорится о всем радуйтесь поскорбевшей теперь немного если нужно от различных искушений дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытываемое золото к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа наша вера которую Бог нам подарил это драгоценнее чем золото и нам это надо хранить чтобы дойти до Царство Небесное также Яков также параллельно пишет о драгоценности верой это Яков 1 главы с 1 главы со 2 стиха с 1 главы с 1 главы с 1 главы с 1 главы «Принимайте братья мои когда впадайте в различные искушения зная что испытание вашей веры производит терпение терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка и это когда мы впадаем в различные искушения нам надо радоваться что это с нами случается потому что мы возрастаем вере нашей и так же опять книга судей 16 главы с 15 стиха это это когда Самсон был испытан верою и сказала ему Далида как же ты говоришь люблю тебя а сердце твое не со мною вот ты трижды обманул меня и не сказал мне в чем великая сила твоя и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его то душе его тяжело стало до смерти он сдался и следующие стихи нам говорят как он сдался это он открыл истину то что он отдал этот дар он отдал врагу и он потому что он это его так тяготило что он написано ему ему было тяжело до смерти и он просоздался и отдал но мы видим потом как Бог эту веру возвратил ему и он открыл ей все сердце свое и сказал ей бритва не касалась головы моей ибо я назарей божий от чрева матери моей если же стричь меня то отступит от меня сила моя я сделаю слаб и буду как прочие люди долида видя что он открыл ей все сердце свое послала и звала владельцев филистимских сказав им идите теперь он открыл мне все сердце свое и пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих и услышали и услышала и усыпила его долида на коленях своих и призвала человека и велела ему отстричь семь коз головы его и начал он ослабевать и отступила от него сила его она сказала филистимляне идут на тебя самсон он пробудился от сна своего и сказал пойду как и прежде и освобожусь а не знал что господь отступил от него он так привык иметь эту силу что он даже не даже не подумал что эта сила могла отойти от него если если подстригут подстригут его и он даже не чувствовал когда она усыпила его филистимляне взяли его и выкололи ему глаза привели его в газу и оковали его двумя медными цепями и он молол в доме узников узников я хочу подметить 22 стих между тем волосы на голове его начали расти где они были острижены это когда они начали расти эта сила начала возвращаться ему и когда мы читаем дальше они имели праздник богу своему что бог их дал им самсона тогда бог этот план его совершил и самсон мог отомстить если мы читаем с 28 по 30 стих дальше и вызвал самсон Господу и сказал господи боже вспомни меня и укрепи меня только теперь о боже чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои и сдвинул самсон с места два средних столба на которых утвержден был дом упершись в них в один правую руку своей а другой левую и сказал самсон умри душа моя с филистимлянами и уперся всею силой и обрушился дом на владельцев и на весь народ бывший в нем было три тысячи и было умерших которых умертвил самсон пред смерти своей более нежели сколько умертвил он в жизни своей и бог отомстил и это обещание которое он принес маною его отце и матерью он совершил и филистимлянами были побежден но если мы теряем веру если мы сдаемся это не значит что это конец конец это если когда мы умрем и мы не имеем веру когда мы живы если мы еще живы бог нам дает шанс чтобы мы укреплялись с этой верою и не теряли ее потому что без веры угодить богу невозможно как я раньше прочитывал и в пятых если мы это сохраним веру тогда мы наследуем обетование божие и это только через веру иисуса христа евреям извиняюсь второе тимофея четвертая глава с восьмого стиха это павел пишет с седьмого стиха подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он и не только мне но и всем возлюбившим явление его и это нам тоже будет венец правды если мы веру если мы течение совершили веру сохранили и и так же евреем с 10 главы 35 стиха и так не оставляйте упов не оставляйте упования вашего которому предстоит великое воздаяние великое воздаяние это нам невидимое пока но бог он обещает нам и говорит это драгоценное золото это великое обетование держитесь и если вы будете иметь это вы войдете в царство небесное я награжду вас ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью зная что есть у вас извиняюсь это 36 стих терпение нужно вам чтобы исполнивши волю Божью получить обещанное ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит праведный верою жив будет а если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя мы же не из колеблющихся на погибель но стоим вере к спасению души слава ему и пусть Бог даст нам веру и укрепит нас в вере читая слово его и слушая его голосу чтобы мы укреплялись в вере чтобы мы могли делать добрые дела для него слава ему аминь и укреплялись